9 утра в регионе, в эфире телеканал России Вести Ульяновск, в студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте! И вот о чем будем говорить сегодня, 26 апреля. Центр опережающей профподготовки откроется на базе Ульяновского медколледжа. Как там планируют готовить кадры для отрасли здравоохранения? Качество жизни пожилых людей в надежных руках. Как всесторонне окружить заботы ульяновских пенсионеров? Решали представители НКО и Министерства соцразвития. А также символ победы всего советского народа. Кадетам 72-й школы передали знамя победы. И юбилейный вечер Ларисы Кухтиной уже сегодня. Духовой оркестр Держава подготовил особую программу. Неделя нацпроекта образования подходит к концу. В рамках тематической семидневки Алексей Русских посетил Ульяновский медицинский колледж. Осмотрел помещение будущего центра опережающей профессиональной подготовки. Подобные в рамках федерального проекта «Профессионалитет» сегодня появляются по всей стране. Цель – создание условий для непрерывного образования кадров здравоохранения и социальной сферы. Причем на уровне передовых стандартов. Это должен быть полный цикл обучения, который начинается с профориентации. Получение школьниками первой профессии. Например, сейчас у нас запущено обучение по программе «Младшая сестра милосердия». Постдипломное обучение – это тоже важно. В рамках именно медицинской специализации они здесь могут пройти курсы повышения квалификации, переподготовку. А что очень важно для медицинских специалистов – это первичную и специализированную аккредитацию. Это допуск профессиональной деятельности, без которой выпускники не могут приступать к работе. Центр по направлению «Социальная сфера» будет способствовать внедрению формы опережающей профессиональной подготовки по наиболее востребованным и новым медицинским профессиям. Например, таким, как лабораторная диагностика или медико-профилактическое дело. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел территорию колледжа. Коснулись еще одного, не менее важного вопроса. Клин – это вот наша территория. Здесь, в принципе, можно посоветовать. А в общежитии точно можно? А у вас в общежитии нет? А где живут? А живут они по квартирам, снимают квартиру. Кто-то родственник, кто-то чужий снимает. Сами решают. Также планируется подача заявки на участие в следующем году в федеральном проекте «Профессионалитет». Это позволит создать на базе колледжа образовательный кластер «Медлидер». В отрасли клиническая и профилактическая медицина. Обеспечить войсковые соединения коммунальными ресурсами и услугами, а также содержать инфраструктуру военных городков и ее развитие по всей России – основная задача Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны страны. Частью структуры является Ульяновская 5-я жилищно-коммунальная служба филиала ЦЖКУ. В зоне ее ответственности больше 200 объектов казарменного жилого фонда, теплового хозяйства, водопроводные и канализационные, а также десятки километров сетей различных коммуникаций. Расположены они в различных частях России – от Центрального федерального округа до Дальнего Востока. Работа аварийно-диспетчерских служб организована круглосуточно, ведь своевременная и качественная подготовка объектов Минобороны России к отопительному периоду – одно из приоритетных направлений службы. В целях обеспечения безварийного прохождения отопительного периода и надежности технического комплекса коммунального хозяйства ежегодно проводится полное обследование состояния оборудования, обслуживания объектов, регламентной работы, осуществления текущего ремонта, формируется нормативный запас топлива. Также осуществляется контроль своевременной оплаты поставщиками за потребленные энергоресурсы. Сегодня в условиях СВО санкций и внешних вызовов система материально-технического обеспечения войск является одной из фундаментальных основ мощи российской армии. А их работа приобретает особо важное значение. В областном центре обсудили качество жизни пожилых людей. В Точке кипения прошла конференция «Старшие качества жизни, ситуации и решения». Представители НКО, Министерства социального развития и сервису «Полномоченные» обсудили развитие системы долговременного ухода за пожилыми. Организаторы пояснили, что эта проблема качества жизни людей преклонного возраста более чем актуальна. Представителям старшего поколения нужна помощь. Часть предоставляет государство, часть некоммерческие организации и поставщики соцслуга, а часть просто соседи, просто волонтеры, родственники. Они у всех есть, они живут далеко, но тоже стараются. И вот главное все, нам это нужно скоординировать, объединить, собрать и по большому счету ни одного пожилого человека не забыть нуждающегося в помощи. Участники встречи обсудили региональный социальный стандарт, подвели итоги проекта службы общественных координаторов, реализованного при поддержке благотворительного фонда «Хорошие истории». Поделились опытом, помощь важно оказывать индивидуально, единодушно, отметили все собравшиеся. При этом необходимо ориентироваться на нужды самих стариков. Мы приходим к ним, вроде выдаем эту материальную помощь, они говорят, останься, поговорите с нами. Теперь мы стараемся выискивать тем, которым нужны, например, продуктовые наборы. Не просто поговорить, а она одна, она лежачая. Мы вот, как у нас, председатели ее навещали и говорят, слушайте, ну давайте посмотрим, что у вас есть, что нет, поможете. В завершении конференции участники разработали алгоритмы помощи пожилым в разных ситуациях и конкретные примеры действий при решении жизненных проблем старшего поколения. Молодому поколению старшее передает знания, опыт, историю. Все это вобрало в себя знамя победы, став символом свободы для всего советского народа и символом героизма предков для россиян. Кадетам 72-й школы выпала честь получить знамя победы из рук действующих спасателей и ветеранов этого благородного дела. В преддверии 9 мая здесь подготовили насыщенную программу для детей и гостей учреждения. Мы, ветераны по Волжье, по Приводскому федеральному, особенно в последнее время, в эти два года, уделяем особое внимание именно к кадетскому движению в плане патриотического воспитания, потому что, вы понимаете, это сегодня как никогда актуально. Понимают это и сами дети. По стезе спасателя Максим Панфилов решил идти вслед за отцом и дедом. Они ему привили любовь к профессии и уважение к истории. Для меня это как минимум счастье прославиться, потому что это высокая честь стоять перед генералом и забирать знамя победы. В кадетском классе, кроме привычных дисциплин, есть и дополнительные, такие как стрельба, особая физическая подготовка, строевой шаг. Патриотическому воспитанию здесь уделяется гораздо больше часов, чем в каком-либо другом классе. Диктант Победы сегодня пишут в российских музеях. Цель привлечения россиян и иностранных граждан к изучению военной истории нашей страны и ее героического прошлого. Центральная площадка диктанта Победы станет Музей Победы на Поклонной горе. К международной патриотической акции присоединится и Ульяновский областной краеведческий музей. Там проверят свои знания о событиях 1941-1945 годов научные сотрудники и ученики 11 класса гимназии номер 2. Наша съемочная группа также планирует поучаствовать в этом событии. Подробности расскажем в следующих выпусках Вестей. И в продолжение темы Победы. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение принял штаб движений из-за соображений безопасности. Вместо традиционного шествия организаторы предложили разместить портреты героев Великой Отечественной войны на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях. А 9 мая ученикам и родителям предлагают собраться на торжественной линейке в школах. Экология, безопасность, жизнь. В Ульяновском краеведческом музее имени Гончарова открылась ежегодная региональная фотовыставка-конкурс. Эта экспозиция – давняя традиция, которой насчитывается уже 24 года. В этом году экспертному жюри придется сделать непростой выбор. В отделе природы музея представлены больше 40 работ в номинациях «Эко-взгляд», «Открывая Ульяновскую область заново», «Стоп-кадр» и «Юный фото-натуралист». Кадры со всего региона прислали и профессионалы, и любители. Фотографы, которые специально занимаются съемками пейзажей или животных. Это ученые, которые в ходе своей деятельности тоже не забывают фотографировать кого-нибудь. Это и просто жители города Ульяновска, которые какие-то интересные вещи подмечают и присылают. Путешественники тоже нам присылают свои какие-то материалы. И, конечно же, в номинации «Юный фото-натуралист» у нас тоже традиционно есть несколько работ, причем хорошего качества. Дополнительно в рамках «Года семьи» в России учреждена специальная номинация «Семейный фотограф». В ее рамках оцениваются фотоработы, снятые членами одной семьи. Итоги конкурса и награждения победителей регионального этапа будет проходить 5 июня. Лучшие снимки войдут в межрегиональную фотовыставку «Экология. Безопасность. Жизнь». 100 часов счастья она подарила ульяновским меломанам. Сегодня состоится юбилейный вечер заслуженного работника культуры России, искусствоведа, управляющего директора Ульяновского государственного духового оркестра держава Ларисы Кухтиной. Почти 45 лет Лариса Викторовна прослужила в Ульяновской филармонии. Ее авторские проекты всегда были аншлаговыми. На юбилейном вечере прозвучат ее самые любимые романсы и арии. Золотые джазовые стандарты – популярные произведения современной классики для оркестра. Конечно, будут и звучать любимые стихи Ларисы Кухтиной и слова самых близких друзей – ее коллег. Это творческий вечер Ларисы Викторовны. Он будет проходить в два отделения, так как у нас много приглашенных артистов с других оркестров. Конечно же, будет играть оркестр держава и солисты других оркестров – народного, симфонического. И мы все вместе поздравим Ларису Викторовну. Концерт состоится во Дворце творчества детей и молодежи начало в 18.30. На этом все. Следующий выпуск «Вестей» выйдет в эфир в 14.30 по ульяновскому времени. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на официальном сайте ГТРК «Волга» и в наших социальных сетях. Оставайтесь с нами. Удивительные люди. Удивительный седьмой сезон. Мы все восхищены. Талантливы и очень креативны. Это было у Пайки. В пятницу в 21.30. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области 21-26, в Ульяновске 22-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова